12 украинских пограничников сложили оружие и попросили убежище на российском пограничном пункте. Об этом сегодня сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. По словам источника, военные прошли по нейтральной зоне с белым флагом и попросили возможности укрыться на территории России. Подробнее об этой ситуации и других новостях из Украины. Моя коллега Маргарита Журавлёва. Марго, привет. Да, здравствуй, Антон. Согласно сообщению Интерфакса, случилось это на пограничном пункте Гуково в Ростовской области. По словам источника агентства, военные рассказали, что служили в 72-й моторизированной бригаде. Но при этом Интерфакс уточняет, что вся информация о переходе границы не имеет на данный момент официального подтверждения. И об этом же говорит представитель украинской страны, советник министра внутренних дел Украины Антон Герасченко. Я не владею этой ситуацией, кто куда-то перешел, пока есть информация неподтвержденная. Сомментировать неподтвержденную информацию я не могу. Что касается других новостей, в Луганске и в Донецкой области, в прошедшие сутки было неспокойно. Так, в Луганске за минувшие сутки три мирных жителя погибли, восемь получили ранения. Об этом сообщается на сайте местного горсовета. В домах более пяти тысяч человек находятся сейчас без воды. Агентство РИА Новости, бойцы и самопровозглашенные Луганской народной республики сообщили, что украинские силовики, которые попали в окружение на юге области, начали с ними переговоры о сдаче военных. По этим данным закончились продуктовые пайки, вода и топливо, а боеприпасов и стрелкового оружия хватит только на несколько дней. Сторонники киевских властей предложили передать своим противникам оружие и боеприпасы, а боевую технику около 70 единиц они планируют вроде как уничтожить. А в обмен представители самопровозглашенной Луганской народной республики должны пропустить их на территорию, которая подконтрольна украинским властям. Но представители так называемой Луганской народной республики в свою очередь говорят, что в числе их требований передача всей боевой техники при полной сохранности. Но опять же, вот советниковый министр внутренних дел Украины Антон Герасченко пока что не смог прокомментировать для нас эту новость. Еще одна новость, связанная с Востоком Украины. Тартас сегодня со ссылкой на газету New Sunday Times сообщает, что данные черных ящиков малайзийского Боинга не свидетельствуют, что на борту была какая-то внештатная ситуация перед падением. Напомню, что малайзийский самолет, который вылетел из Амстердама, разбился в Донецкой области 17 июля. Власти Украины обвинили вооруженных ополченцев на востоке страны в том, что они избили этот самолет. А, соответственно, представители самопровозглашенной Донецкой республики эти обвинения отрицают и считают, что в крушении самолета виноваты украинские силовики. Антон. Да, Марго, спасибо. Моя коллега Маргарита Журавлева о том, что происходит сегодня в Украине. Не менее 10 человек...